Лабораторная работа, подготовка беспилотного летательного аппарата к эксплуатации. Оборудование. Беспилотный летательный аппарат DJI Phantom 4 Pro и смартфон. Назначение данной лабораторной работы – научиться готовить беспилотный летательный аппарат к картографированию. Общее положение. На сегодняшний день в сельском хозяйстве используются два типа беспилотных летательных аппаратов. С фиксированным крылом или самолетного типа и вертолетного типа или квадрокоптерного типа с четырьмя или более пропиллерами. В данной лабораторной работе используется коптерного типа с четырьмя винтами. Данный аппарат обладает рядом достоинств, таких как простота управления, простота эксплуатации, возможность задержки беспилотного летательного аппарата и возможность создания карты задания для полета беспилотного летательного аппарата. Комплектация данного беспилотного летательного аппарата включает Phantom, сам беспилотный летательный аппарат, Три батареи, Провод для соединения со смартфоном, Провод для загрузки обновлений, Пульт дистанционного управления, Зарядное устройство, Два комплекта винтов, Зарядное устройство, Руководство по эксплуатации. Итак, лабораторная работа, подготовка беспилотного летательного аппарата. В первую очередь устанавливается блок питания или аккумулятор, беспилотный летательный аппарат. Проверка уровня заряда осуществляется путем нажатия на кнопку батареи. Количество индикаторов показывает уровень зарядки. В данном случае блок питания нуждается в дополнительной зарядке. Этот блок питания заряжен полностью. Будем использовать его. Далее. Отсоединим фиксатор камеры. Камера держится на подвесе, А подвесом управляется с помощью смартфона. Далее. Подсоединим винты. Все винты имеют двойную цветовую аномерацию. Это черные винты и серые винты. Каждый винт устанавливается на специальное для него место. Винт устанавливается путем попадания в пазы и легкого нажатия и прокручивания. Серые винты устанавливаются по часовой стрелке. Черные винты устанавливаются нажатием против часовой стрелки. Дополнительная пара винтов пока убираются. Далее. Подготовка пульта управления. Открываем удерживающее устройство для смартфона. Открываем фиксаторы. Устанавливаем смартфон либо планшет на место фиксации. И нажимаем на данное устройство. Далее открываем антенны пульта управления. В следующем этапе необходимо проводом соединить смартфон и пульт управления. Соединение произведено. После того как все операции выполнены по подключению. Можно проверить надежность крепления винтов. И приступить к включению беспилотного аппарата. Включается двойным нажатием беспилотного аппарата. Первое короткое, второе длинное нажатие. После включения срабатывает фиксатор камеры. Происходит проверка фиксации винтов. И по характерному шуму вентилятора мы слышим о включении беспилотного аппарата. Далее включается блок пульт управления. Также двойным нажатием. Первое нажатие короткое, второе длинное. На смартфоне выбирается соответствующее программное обеспечение. В данном случае это приложение компании DJI. Далее из списка необходимо выбрать. имеющуюся модификацию беспилотного аппарата. В вашем случае это Phantom 4 Pro. В случае несрабатывания можно перезагрузить приложение. и произвести повторное включение и включение пульта управления. При обнаружении беспилотного аппарата активизируется кнопка и разрешение к полету. Нажимаем на кнопку Go Fly. Открывается окно управления беспилотным аппаратом, на котором мы видим возможность готовности к полету, количество спутников, которые определяются в данный момент времени, и уровень заряда батареи или от других функций. Также мы здесь видим, что не установлена карта памяти. Соответственно необходимо произвести установку карты памяти, для того чтобы можно было сохранить снимки. Далее. Для запуска беспилотника необходимо свести по диагонали вниз два джойстика на путь управления. Сделаем это. Для отключения беспилотного аппарата левый джойстик приводим в нижнее положение. Для очередного запуска два джойстика сводим в нижнее диагональное положение. И далее, для того чтобы управлять беспилотным аппаратом, используем два джойстика. Левый джойстик для управления левым джойстиком. При завершении работы выключается приложение. Выключается беспилотный летательный аппарат, также коротким и следующим длинным нажатием. и выключается пульт управления, также коротким и длинным последующим нажатием. При завершении полета все комплектующие талии укладываются в соответствующий бокс.